Итак, друзья мои, я вас безусловно приветствую и сегодня такой интересный вопрос. Обычно я снимаю на канале про телефоны Xiaomi и я снял недавно такое видео, как очистить динамик без разборки на телефоне Xiaomi. Мне много написали комментариев, а как это сделать на телефоне Samsung. И в этом видео, соответственно, я покажу для тех, кто будет конкретно в поисковике писать, как очистить динамик на Samsung. Они попадут на это видео, соответственно. На то они не попадут, это ответ для тех, кто... Зачем два видео на одну и ту же тему, да, или три? Да надо будет я и по Honor и Huawei сниму, чтобы всем людям помочь в этом вопрос, ведь видео создаётся в благих намерениях целью помочь людям. Друзья, ну а вы ставьте свой лайк, а мы с вами, значит, приступаем к способу. Смотрите, во-первых, я рекомендовал бы вам снять чехол, так как, допустим, вот чехол, кстати, я могу сделать обзор, недорогой чехол. Ну, видите, дырочки для динамика. Вообще динамик здесь, он вот так вот, да, расположен. То есть этот чехол распределяет звук по всему периметру чехла и по задней крышке. Она является резиновой и получается басы. Прикольный такой эффект басов. Хотя динамик очень пищалка на Galaxy A51. Если у вас A51, я думаю, вы поймёте. Ну, там, сравниваясь с тем же, допустим, Xiaomi Redmi Note 9S, да, чисто объективно. А это классный, конечно, телефон, безусловно. Могу сделать обзор на этот чехол вообще за копейки. Если хотите, ставьте лайк, пишите в комментариях модель своего телефона. Басы у вас реально рубить будут. Смотрите, мы сняли, да? Для чего это нужно? Для того, чтобы не препятствовал чехол очищению динамика. Для чего подойдёт? Если у вас попала вода, влага, пыль, в таком случае способ сработает. Да, даже если у вас очень плохо работает динамик, там, тускло, звук плохой, у вас станет он громкий, яркий, насыщенный. Вот, в 99% случаев сработает. Смотрите, что мы делаем. Есть такое приложение, называется, сейчас я покажу, Speaker Cleaner. Ну, их много, я это не реклама, как вы можете любую использовать, да, сейчас я покажу, в чём его суть. Как это всё происходит, за счёт чего очищается динамик. Да, рекламка есть, конечно, это бесплатная версия, производителя надо зарабатывать. Ещё раз повторяю, не реклама, можете любым пользоваться. Я сейчас расскажу подробно, будет очень интересно. Смотрите, Mode 1, да, есть такой параметр. Сейчас предупреждаю, будет очень говёный звук, я выключу музыку. Снимите наушнику, предупреждаю, плохой звук. Раз, два, три. Слушайте. То есть, вы понимаете, за счёт чего, даже через динамик телефона, звук просто отвратительный. Серьёзно, просто отвратительный. Я думаю, вы поняли, за счёт чего динамик чистится, да, от воды, влаги, пыли, грязи. Если вы ещё будете делать вот так вот. То микрочастицы пыли будут реально вылетать, и влаги. Конечно, я, как бы, если у вас серьёзная проблема, я не рекомендую вам способ. Я просто делюсь своими знаниями, да, это не рекомендации. Конечно, можно отнести в мастерскую, отдать деньги. Они, в принципе, сделают то же самое за деньги вам. Вот, об этом способе мало кто знает, на самом деле, кстати говоря. Реально мало кто знает, ребят. Смотрите, есть МОД-2. Рекламка. Вы слышали, да? Сейчас ещё раз включу. Слушайте, ну, что-то приложение мне уже начало не нравиться. Раньше, что-то рекламы здесь не было. Я начал показывать его в видосах, и рекламка что-то прибавилась. Сейчас противный звук будет. Ну, как я и говорил, я не рекомендую приложение конкретно. Любой пользователь, они там все хорошие. Я сейчас ещё к этому приду, покажу. Предупреждаю, звук отвратительный. Осторожно. Слышите, да? И сейчас такой звук будет ещё меняться. Частоты будут меняться. То есть, за счёт каких-то сверхвысоких частот, которые даже порой человеческому уху на некоторых этапах, когда он будет менять, помехи создавать, они не слышны. Телефон очищает динамик. Это реально рабочий способ. На Xiaomi, допустим, на 11.02, по-моему, или на 11.03, не помню точно. Вот я показывал на своём телефоне. Там есть встроенная такая функция, соответственно, да, в саму прошивку. И можно с помощью неё чистить динамик. Но это ничем не хуже. Так, мы, значит, идём в Play Market и пишем здесь следующее. Чистка динамика. Пишем. Вот, видите, первое, второе. Ну, любое приложение можете использовать. Они супергромкие высветители. В общем, да, любое. Ребят, и это реально чистит ваш динамик. Вот, конечно, не во всех случаях. Есть ещё секретные приложения, которых нет в Play Market. Я могу снять отдельное видео, отдельное, по этим приложениям. Показать именно, как на вашем телефоне, там, любого бренда. Напишите, кстати, если хотите такое видео увидеть. Напишите в комментариях модель своего телефона, бренд. И ставьте свой лайк. Будет много активности. Я сделаю бомбовое продолжение. Ещё способы покажу, как чистить динамик на любом телефоне вообще Android. Ну, смотрите, вот, очиститель динамиков. Удалить объём воды. Очистить. Да, тут разные режимы есть. Против пыли, против воды. Тут написано против воды, но на самом деле это пыли помогает. Тут проверено на сотнях телефонов, которые мне приносят. Звуковой генератор, да. Смотрите, вы можете даже использовать приложение, которое создаёт определённую частоту. На всех частотах прочистить динамик. И при этом, если будете вот так вот нахлобучивать телефон, значит, по полной программе. Советую делать это правой рукой, так как удобнее намного. У вас будет вообще очень хороший звук. Друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные, интересные видео. Если хотите увидеть продолжение, ставьте свой лайк. Если видео вам понравилось, ставьте свой лайк. Ну, реально годный контент такой, который помогает людям. Да, полезный контент. Значит, пишите в комментариях модель своего телефона. Я сниму именно на примере вашего телефона. Ну, а мы с вами, как всегда, безусловно, прощаемся. Но в то же время, скоро, безусловно, и снова увидимся. Всем пока.